Субтитры делал DimaTorzok Сегодня у нас будет, ну, максимально атмосферный мимишный ламповый контент Собственно, в прошлой серии мы на моменте, где мы с вами полностью затащили всю эту гору-хору Вот, полностью перекрыли везде тут доступ к лаве И исследовали, что у нас там внизу находится Ну, пока ничего интересного В общем-то, пойдем сейчас налево и посмотрим, что там у нас находится Пока что я не знаю, зачем я это все делал Видимо, что-то мне из этого нужно было Может быть, я должен был сверху где-то там пройти Может быть и нет Я что-то как-то уже подзабыл Но это мы с вами сегодня разберемся В общем, ладно, как обычно, переходи по натасам справа, вертим углу Если у тебя они не включены, то можешь перейти в описание Там у нас есть плейлист на всю эту игру Так, Кури, ты никуда не уходишь Мы идем с собой вот сюда И смотрим, зачем мы сюда прибежали Ну, как минимум, мы подняться-то можем И как максимум у нас вот какая-то веселуха Для чего она, я пока без понятия Так, окей, я, по идее, ничего не могу сделать Могу только вот эту херню убить Меня по этому будут обстреливать Замечательно, красиво, весело Убивают они с двух ударов Красиво-то че, а че в смысле, да? Так можно было? По идее, я могу уничтожить вот эту вот херню, которая у меня стреляет слева И, по идее, их обстреливать Ну, зная Ори Не знаю, какая тут веселуха может прийти Произойти А я че, его все убил? А мне точно его надо было убивать Может быть, мне надо было его куда-нибудь выкинуть Ты долго будешь плеваться? Он даже будет плеваться, когда я к нему подойду Подойду в упор Ори, пожалуйста, запрыгни У тебя как бы тройные прыжки, все дела Тихо Уйди отсюда Уйди отсюда Я, по идее, к тебе пришел, алё Ну, представим, что он, типа, скрылся И что, на самом деле, он не баганул Хорошо, дальше А дальше мы сюда пришли Для чего? Пока ж не ясно Может быть, вот эти пацаны нам должны были помочь? А, не, все, вот эта херня открыта Все, понимаю, все окей Так, мы, знаешь, что можем с тобой еще сделать? Во-первых Ну, это какая-то замкнутая локация Я не понимаю, для чего я сюда пришел Но, видимо, скоро будет засавочка Давай сохранимся И пойдем, смотри, что там у нас происходит Во-первых, направо пойдешь Ничего не получишь, как я понял, да? Хорошо Допустим А, вот, все, наконец-таки мы можем куда-то выбить Окей Говори, пожалуйста, не уходи никуда Все нормально, все замечательно Ты тут и должен быть Дожмите икс, чтобы послушать все элементы Если что, не верьте, это не икс, это квадратик Элемент теплондаш Восстановив все элементы Мы сможем устранить последствия ее гнева Так, мы молодцы Мы все Мы оставили вулкан Птица, жар птица бежит сюда И это И че? Так, возвращение тепла Ачивочка Видимо, в этот момент надо валить Час отсюда Опять на время или че? Не понимаю Видимо, пока на время, да Тихо Коре Я уж подумал, что сейчас меня убьют Ну, нифига Я все понял Я, типа, не могу долго оставаться на месте А что, у меня дамажит, Эдик А, и все настолько далеко, что ли? Ва Глебаный жар птица А, и тут меня, по идее, это валит Все, понял Ведь мне так повезло Понимаю Хорошо Мы вот тут вот с собой это Справились Сохраниться мы не можем Это опасная точка Красиво Весело Так, вот тут тоже мы не можем сохраниться Это не опасная точка Я тебе серьезно заявляю Ладно, это опасно А тут Ну, тут эта штука сломается Так что, по идее, окей Так А теперь интересный момент А как я это, по-вашему, должен был сделать? Ну, серьезно Я вот, допустим, только-только первый раз прохожу Вот как мне это сделать? Вы для чего вот такую вот херню сделали Чтоб я специально там помер? Это же специально было сделано Пацаны, ну за что вы так со мной? Тихо Да-да-да, я понял то, что он это Что он почти меня поймал Тихо Тихо В доме меня сейчас поймал или нет? Сохраняться я до сих пор не могу Тихо Тихо Я вроде как скрылся гребанно под водой Я уже думал то, что он меня поймает Эм Но Нет И К счастью Я тут могу Бесконечно дышать Поэтому гребанно птицами Я не достанет Ну, пока, конечно, вода не закипит И я тут не это Ну, серьезно? Вы что, угораете, что ли? Вот именно в этот момент От херня я решил упать Ну, да, конечно Обязательно Гребаный херня, блин Ну, давай, Улл Давай А, все-таки там я, оказывается Не под защитой, нифига Ну, мы убедились, что он на самом деле Нас может поймать Вот эту штуку сломаю ли А, я понял, как она меня ловит Вообще, поединить должна Да, да, конечно Сейчас меня снова заловит Из-за заставки я помер на гребаном костре Вы угораете? Я, конечно, все понимаю, что заставка Это смерть для всех Но не для персонажа Окей, хорошо Ну, пробуем с тобой еще раз Я, в принципе, могу это все-таки пануть Чтобы время это Тебе не тратить твое время Тихо Тут больше не будет костра Все, окей, давай попробуем последний раз Если мы это Тихо Да тихо, е-мое Вот Так я не это хотел лажать Да е-мое Короче, ладно Магия монтажа Я почему-то не помер там Хотя я, по идее, в костре находился Ну, ладно В общем, магия монтажа Есть Вообще Без ляльга Не Сот Пос Увидимся Обzilla Сегодня Зажимаете Стах В Уcakes Один Продолжение следует... 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 Да еще-то как-то не выглядит, что были исканы... Ну, ладно... Там не было сохранения, сохраниться не можешь, блин... Бегаешь фиг знает куда, фиг знает что делать... Вообще под конец я вообще даже не знал, что мне нужно делать... А сохраниться ты не можешь, и ты постоянно должен смотреть на вот эту заставку, как птица гребанно приземляется... Дальше камера не идет... Она должна тебе показать то, что пожар птиц приземлился и посмотри на нее... И при этом тебе нельзя секундочку там где-нибудь постоять потупить... Чтобы просто тупо понять куда дальше идти... Не люблю когда вот так вот делают... Дерево духов уже рядом, остается всего лишь... Остался всего лишь шаг... Лес Нибель живет вновь... Ну ты заколебал, не ну... Ща пойдем на... На пирожки... Еще вот этот гребаный вот тройной прыжок... Которую... А зачем он пирожку-то взял активировал, я чуть не понял... Ну и че, Ури... Молодец! А, вот этот вот мужичок только-только пришел... Вообще, по идее, он должен был зайти туда... И не должен был подняться наверх... Ну... Может, ему жарко стало, и он решил уйти... А, подожди, я за него что ли играю? А, тебе пофигу на огонь... Ори, Ори, действительно... Так... Получено в достижении любовь... И че? А, Филин че, ничего не хочет делать? Там у нее, кстати, вроде последнее яйцо... И она его сейчас разрушит, да? Я, походу, все понял... Чтобы, короче, у нее последнее яйцо не разрушилось... Она решила все-таки вернуть эту херню... Вот этому деревцу... И деревце такое... Опа, чаще, я все потушу, не стытья... Да? Видимо, да... Но при этом яйцо она все равно может сломать этим самым... А, она даже не яйцо сломала... Она сломала саму эту... Сову... А кто за яйцом будет ухаживать, сова? Это я че? Ты же никому ничего не доверила? Или типа Ори сейчас будет за этим ухаживать? Так, я не понял сейчас мотивацию совы... Ну, типа, она сейчас мстила за... После... За своих этих... Детей... Потом она... Это... Оставила все-таки своего последнего ребенка, да? Ну, то есть, если она мстила за детей, значит, они ей очень дорогие... В итоге... Она, чтобы спасти их, что ли, сейчас пошла это... Отдавать вот эту херню, или как? Или что-то не поняли? Ну, возможно, видимо, так... Видимо, она как раз-таки решила спасти ее... Просто единственное, что тут не укладывается, это опекунство... На кого она кинула? На Ори или на дерево? Или на еще кого-нибудь? Может, она там с кем-нибудь уже успела побазарить? Или подожди, или теперь филины как бы из яиц сами по себе вылупляются? Ну, им никто не нужен для этого. А далее что произойдет? Может, они самостоятельные дети? Тогда почему они были в гнезде? И почему их вообще мог этот свет убить? Ну, в принципе, ладно. Смотрим заставочку. Я что-то тут тебе наговорил. Что-то как-то концовочку я совсем не понял. Возможно, из-за того, что... А, ну вот, все-таки... Все-таки договорились. Ну, нам это не сказали, правда, но они договорились. Нет, тогда окей. Конец путешествия, народ. Первый финал из... Немногих. 12 минут на это ушло. При условии, что я там еще это... При условии, что я это все еще скипал. По идее, я мог бы это все и с тобой вместе пройти. И тогда бы у меня было бы больше времени на это все. Ну... Знаешь, что? Там ничего интересного не было. Я бы там только говорил, мол, а куда дальше? А что делать? И, блин, дайте мне сейф поставить. Я там, знаешь, сколько раз пытался его поставить? На любых абсолютно местах, где вообще, на самом деле, ты был в безопасности. Ну, в общем-то, как-то так. Так, игрушечка, в принципе, прикольная. Но кажется, что немного недоделанная. Честное слово, такое есть небольшое... Вот серьезно, за вот это все время кажется, что она где-то недоделана. Что это прям какая-то такая, знаешь, инди-игрушка, где вот тебе прям сейчас напишешь, что пацаны сейчас все исправят. Но нет. Почему я сейчас так говорю? Да потому что бывают моменты, когда ты сохраняешься на каком-то месте спауне монстров, да? Через некоторое время ты там снова появляешься, ну, потому что тебя там где-то убили. И прямо на этом месте там спаунится какой-то монстр. Ну, как бы баг. Это баг настоящий. Зачем он там спаунится? Он... Я тебе, кстати, поясню. Монстры... Они рестартятся. Они не должны спауниться заново. Они должны рестартиться. Вот ты подошел к этому костру, получается, зажег его. У тебя игра в этот момент сохранилась. То есть все те монстры, которые у тебя сейчас есть, они должны были сохраниться. Но из-за того, что в игре присутствует такая фича, как восстанавливать монстров через энное количество времени, то... И неважно где, какое там сохранение, то вот такая вот херня у нас происходит. А в итоге ты в этом монстре зафигачиваешь. Плюс мне на самом деле испортил впечатление от игры мой джойстик. Ну, прямо честное слово. Даже не джойстик, а шнур, который постоянно расхиадился, расфигился. Да и на самом деле, я тебе скажу, боевка тут не очень такая веселая. Вокруг тебя летает турб какой-то. Ты нажимаешь кнопочку, и он как бы всех в радиусе нескольких метров фигачит. Никаких особых суперспособностей на это нету. Ну, и сами враги тоже особо не суперспособны. Есть слизень, которая расчехляется. Есть слизень, которая тебя бьет, блин, постоянно. Ну, в разные стороны херачит. И есть прыгунчик. Есть, по-моему, еще... Возрывающийся. И... Ну, и плюющийся. Все. А, еще есть паук, точно. Ну, я шесть врагов только вообще вспомнил. Может быть, есть какой-то еще, но, честно, вот, вспомнились только эти. Они были основные, они постоянно фигурировали. В общем, не знаю. По идее, там еще много чего можно открыть и там подобное. Я надеюсь, что я тебе все разъяснил, что конкретно. Игра, в принципе, прикольная. И когда она по скидке продается, то, в принципе, можешь купить. Возможно, я просто играл не в запой, не в залп и там подобное, а делал большие перерывы. Именно из-за этого не просек всю фичу. Комментарий открыт. А можешь написать, как тебе эта игрушечка, что тебе в ней понравилось, что тебе в ней не понравилось. А я пойду снимать и снимать дальше другие игры. В надежде в том, что сейчас запилю какой-нибудь финальчик. А вот. Потому что хочу сейчас наконец-таки поиграть в ваши игры, которые вы мне советуете. Хотя не сказать бы, что все остальные игры, которые были до этого, типа, вы мне советовали. На самом деле так оно и было. Но, в общем, ты меня понимаешь. Я хочу побольше сейчас, а что если? Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем до скорой встречи. Всем пока. А сейчас мы скипнем вот это вот все. Историю в виде титров. А, ну, я заговорился уже в этот момент. Смотри, титры уже все. Тогда давай посмотрим. Несколько секунд уделяем этому. И что же у нас тут сейчас будет? Картиночка на заставочку? Не, надо нажмить любую кнопку и что-то произойдет. Справка настройки, театр и все. В общем, вот такая вот первая часть Тория. Можно, по идее, пройти вторую часть. Ну, я что-то как-то пока не хочу. Можешь написать об этом в комментариях. Ладно, всем удачи. Всем до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok